Снова встречаю я вас в кадре. Всем доброе утро. Марина тоже вам желает доброе утро. Доброе утро. Из-за кадра. У нас остается 30 минут до очередной тренировки на санбукс-лином комплексе санки. И мы решили позавтракать, выпить немного кофе. Завтракали мы дома плотно, но сейчас легкий перекус. Прямо с багажника. Да, прям с багажника. У нас тут, как всегда, полный пакет еды. Как он называется? Мешочек такой из сказок. Не знаю. Так, друзья, сегодня 10 ноября. Так, сейчас я вам покажу. И температура воздуха, кстати, сейчас показывает плюс 15, но здесь не плюс 15, плюс 6 было. Что-то часы неправильно показывают, но только что было плюс 6, сейчас показывают. А, смотри, часы показывают плюс 13 градусов. Да? Неужели здесь какой-то фронт идет теплый? Мы пока поднимались, было плюс 6. Будет плюс 15, наверное. Но здесь тени и прохладно. Написано в Красной Поляне было максимально плюс 10 сегодня. Но, тем не менее, сегодня посмотрите, какое солнечное ясное небо. Ну, так чуть-чуть какая-то дымка, туман. И сладкий приятный сочник. Ну да. Очень вкусный. Да, попробуешь? Угу. Творог приятный. Ну, потом попробуем. Как будто бы мастер какой-то готовил. О, смотри, снег до сих пор продолжает падать. А там самолет летит очень быстро над горами. Высоко-высоко, вот он. Смотрите. Как быстро он летит. Ой, как красиво. Все, ушел за гору. Сейчас выйдет. Ну все. Пожелайте Семену удачи на сегодняшней тренировке. А, с окном, наверное, желает мысленно. Да, мысленно, да. Сразу заранее спасибо, да? Вкусненько. У нас тут качественно отработанный термос. Термос. Да, подарили. Он впитал себе все и кофе, и чай, и все. И, короче, он просто не отмывается. Да, он просто не отмывается. Короче, покрытие неудачное. А вот термос, который я всегда рекомендую. Давайте я вам еще раз покажу. Смотрите. Там опять что-то протекает. Но это не термос протекает, это крышка. А, это просто, это, нет, это помыли когда утром. Он мокрый просто был. Да, он вообще-то не протекает. Я ему уже пользуюсь три года. Вот такой классный термос. Тебя уже объявили. Старт твой. Красная поляна, Сердце гор. 10 минут осталось? 15? 15 минут. Уже 15. Уже 15. Уже 15. Волшеба была там. Да. Мне казалось страшно, но до сих пор еще больше. До сих пор 15. Так что надо все завершать, чтобы пойти еще размяться. О, снег приехал такой. Сейчас нас ДПС-ник остановил. Каишник. Он говорит, типа, вы же проживаете здесь? Я говорю, нет, тренируемся. Он говорит, каким видом спорта занимаетесь? Я говорю, санным. Он говорит, так это же развлечение. Я думаю, прокатился был он. Смотрели бы мы в каких-нибудь гипсах он потом ходил после тренировки. ДПС-никальный спорт не очень простая такая штука. Здесь нужно много тренироваться, чтобы достичь вот этой отметки стартовой. Сколько у нас там? Если ты поедешь в первые, я не знаю, выйдешь, наверное, на третьем бираже. Кстати, даже можно между вторым и третьим уехать в больницу. Даже я, будучи профессионалом, уезжал туда. И там такой травм получил неприятный. Лучше быть сконцентрированным. ДПС-никальный. 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 А он же сказал, что он тоже спортсмен. А к нам в Браске на соревнования приезжали гаишники. Ну, их, видимо, просто они сопровождали. И еще тогда пистолетом, который был. Скорость не донимает. Приезжали, 50-50, 50-50. Попробуем. Детская забава, доведенная до крайности. Раз, свободу, стартую, семейный получательный. Детская забава, доведенная до крайности. Вверх! Итак, все спортсмены уехали. Покинули мужской старт. Давайте и мы с вами теперь покинем его. Давайте немножечко прогуляемся. Посмотрим, походим по сторонам, посмотрим, посмотрим на трассу. Давайте прогуляемся вдоль трассы. Может быть, дойдем до какого-то виража. Сейчас уехали с мужского старта все мужчины. Теперь сейчас заезды совершают женщины с женского старта. А одиночки, получается, одиночные сани и двойки. Вот, видите, снег. На прошлой тренировке я вот здесь стояла. И он как посыпался. Просто это, мне кажется, больше, знаете, такого даже грохота, но все равно опасно. Крыша такая с изгибами, поэтому снег постоянно падает. Здесь вот тоже еще одна точка старта. На, отсюда никто не стартует. Смотрите, снег до сих пор лежит. Он, конечно, хоть и тает, но тем не менее. Вон уже машинка везет спортсмена. Немножечко прогуляемся с вами. Кстати, вот сейчас, хоть и показывает, что на улице плюс 9, но тем не менее здесь очень-очень холодно. И я что хотела еще рассказать. Ребята, обязательно берите с собой теплую обувь в Красную Поляну. Я вот, допустим, тоже вот в ботинках, но мне холодно. Мне реально холодно. Потому что, особенно, когда ты стоишь на холодной земле, видимо, ночью земля, она такая становится еще более холодной же, да? И поэтому прям стоишь на земле и очень холодно ногам. Поэтому не забывайте за теплые вещи, за теплую обувь. Сейчас и свободно стартует Бандан Прохоров. Готовится Евдокимов Миков. Вот, Евдокимов Миков, Семен. Они катаются в двойке. Это вот мы с вами дошли уже до первого виража. Кстати, видите, шторки сейчас закрыли белые. Шторочки такие. Но, тем не менее, все равно здесь очень холодно на трассе. Еще плюс от льда идет холод. Но плюс 9 совершенно не ощущается. Мы, кстати, находимся сейчас на Газпроме, на Альпике. Высота где-то 1100. Вот, смотрите, даже лед. 3,85. Время лезть в колене. Коста 3,96. Вниж 50, 87. Вот, видите, соединяется все в единую трассу. Просто такое небольшое ответвление. Сейчас обвезу. Положу сюда. Тут как раз девочки вот будут, видите. А, так, нет, сейчас двойки. Сейчас будет Евдокимов и Миков. Сейчас как раз посмотрим. Давайте подожжем. Ну, короче, как-то вот так проехали сейчас ребята в двойке. Конечно, было не очень хорошо видно. Я сейчас попробую на другой вираж спуститься, чтобы показать вам более такую хорошую картинку. И чтобы вираж был такой, знаете, как закругленный. Чтобы обзор был хороший такой. Вот такое вот подземелье здесь, видите. Вот уже открывается еще один вираж. Но здесь тоже все равно не то. Я хочу немножечко по-другому вам показать. Ну, сейчас посмотрим, может быть, на следующем. Здесь вот тоже вот они выходят из виража, видите. Но я хочу все равно. Вот так они выходят, сюда заходят. И вот, опять-таки, друзья, хочу вам еще раз напомнить, то, что вы можете... Здравствуйте, вы будете стартывать Захаров и Фролов. Давайте, ладно, я здесь сейчас сниму. Захаров и Фролов сейчас будут ехать. Я еще раз хочу напомнить, то, что вы можете тоже приехать и прокатиться на Зимнем Бобе по вот этой трассе Санобобслейной. Либо прокатиться на Вучке. Боб развивает скорость где-то до 130 км в час. В моем случае это было 119 км в час. Вот они, ребята, пронеслись. Все, идем дальше. Вот, смотрите, какой хороший вираж. Это пятый вираж. Видите, мы так, может быть, с вами как раз-таки и дойдем до конца трассы. Всего 17 виражей. Если вы захотите прокатиться на Вучке, Вучка вмещает 5 человек. Можно кататься детям от 5 лет. Детям от 5 лет. И скорость она развивает где-то 90 км в час. Вот, поэтому там уже без управления пилота. Вы просто сами садитесь, например, всей своей компанией, либо семьей. И уже едете самостоятельно. И просто она... О, так, нет, еще никто не едет. Так, давайте еще чуть-чуть подальше, наверное, отойду, чтобы было видно выход из виража. Вот, уже едут. Кстати, что я хотела еще сказать. То, что трасса, она имеет протяженность 1812 метров. Короче, почти 2 километра. Смотрите, вот он, седьмой вираж. В принципе, тоже прикольный. Можно их здесь снять. И как раз в эту сторону тоже будет прикольно. И смотрите, какие виды. Вот здесь одна шторка открыта. Смотрите, какая красота. А это, кстати, срез. Срез желоба. Везде показывает. Показан, так сказать, как он сделан. Из чего он сделан. Каким образом он сделан. Так, что вам еще показать. Кстати, это станция канатной дороги на Альпике. Вы как раз-таки проезжаете мимо. Да, встану одна минута. Так, готовится Роман Лепилов. О, уже мужчины начали стартовать. Так. Может быть, мне идти? Я не знаю. Просто они сейчас быстро. У меня будет где-то около пяти минут, но я не смогу добежать до какого-нибудь типа до тринадцатого виража. В принципе, можно и здесь остаться. Ну, сейчас Роман проедет. Я, наверное, его сниму на этом вираже. А потом пойду на другие виражи. Потому что здесь они, видите, здесь они еще где-то вроде бы по прямой едут. Потом где-то вот такие. Вот они начинаются более такие высокие. И то есть они проносятся прям уже вот так, высоко. Кстати, точно так же еще и боб идет. Достаточно высоко. То есть он идет не только вот так по прямой просто. Как будто, знаете, как по рельсам. Нет. Он еще и наезжает на вот эти вот борты. То есть вот сюда, по желобу. То есть, ну, наверх. То есть борт это вот это. Вот. Чтобы спортсмены не вылетели. Ну и... Магия, старт по готовности спортсмена. Так. Старт по готовности спортсмена. Спортсмен просто еще не подготовился. Поэтому немножечко нужно подождать. В общем, ребят, если вы приезжаете на Красную Поляну, на курорт Розухутор, Газпром Поляна, он сейчас называется, в общем, где-то здесь отдыхаете, то обязательно приезжайте на самую бобсейную трассу, чтобы прокатиться и почувствовать вот этот вот адреналин, эти эмоции, это чувство, вот эту вот центробежную силу, которая давит на вас, когда вы едете. Это реально нереальные эмоции и ощущения. Это очень круто. Как спортсмен подбирается по этому ледяному желобу. Вот это он промчался сейчас. Я даже не успеваю в камеру. Переставить, так сказать, очень, конечно, высокая скорость, но это только, считай, половина трассы, даже чуть меньше половины, это только седьмой вираж, а всего их 17. То есть, представляете, спортсмен, спортсмену с этого места еще 10 виражей нужно будет преодолеть. И вот, 52 секунды. Финишное время у него. И всего трассу они преодолевают, но вот за 52, в принципе, вот. 51, там и 9, 52. И оно и пошло, и поехало. Так, а вот это вот, кстати, отсюда это детишки, по-моему, наверное, стартуют. Видите, здесь сейчас все закрыто. Наверное, это детский старт. Я бегу, бегу, бегу. До следующего виража. Вот, посмотрите, какой высокий здесь желуд. То есть, вот он вниз идет, и вот такая вот высота. Здесь, конечно, не знаю, высота где-то около 3 метров, наверное. Я тут такая маленькая. А высота, конечно, ой, так. А высота, конечно, ну, очень достаточно высокая. Желоб очень высокий. Поэтому, когда вы едете тоже на Бобе, то есть, он не едет вот здесь. Вы представляете, Боба поднять на вот такую вот высоту, около 2,5, около 3 метров. Но вы представляете, когда вы летите, и просто на вас, на этот Боб, на вас давит центробежная сила и прижимает вас к желобу. То есть, это непередаваемое ощущение. И даже, когда ты едешь, у тебя голова, то есть, ну, чтобы тебе смотреть на все это, да, естественно, ты же не будешь закрытыми глазами это все проезжать. Ты, естественно, едешь и пытаешься как-то держать голову. Тебе дают шлем и, ну, безопасность. И ты пытаешься как-то держать эту голову, чтобы она ни назад, ни вперед, она не опрокидывалась, потому что тебе очень сложно бороться с центробежной силой. И ее прижимают либо назад, либо вперед. В общем, успела я добежать только до 12-го виража. Семен уже сейчас на трассе. Сейчас поедет Семен. Так что все держим кулачки за него. Он готовится сейчас к Кубку России. Ой-ой-ой, как он летит. А нет, это не Семен. Так что у нас есть еще немножко времени. Короче, очень сложно слушать информацию, бежать, слушать информацию. Вот я и добежала до 13-го виража. Старта свободных партон Семен Павличенко. К старту готовится Дарья Улесик. Вот он. Фу, это уже 15-й вираж. Так. Немножечко горку здесь. Внимание, Саня на трассе. Все. Старта, время 4.70. Он так промчался, что, по-моему, его даже было незаметно. Представляете, какая сила, да? Какая скорость. Ну, а сейчас старт женщин. Сейчас будет стартовать женщина. Ну, пока у меня есть время немножечко, так сказать, спокойно пройтись и заодно подснять как едут женщины. Слушайте, ну, если вы будете точно так же, как и я бегать в Красной Поляне, то, в принципе, вам холод и вообще не страшен. Так. Это у нас 16-й вираж. Сейчас поедут женщины. Вот он, 17-й последний вираж, который вы будете точно так же преодолевать. Я сегодня преодолеваю пешком всю трассу, все 2 километра. я иду пешком. Мне уже прям достаточно так жарко. Реклама Федерация Бобслея. Это спонсор Метеор. Вот мы пришли к финицу с вами. Мы с вами молодцы. Давайте похлопаем друг другу, поблагодарим друг друга за это. Все. вот он финиш. Финишное время 49.86. Ну что, дорогие зрители, спортсмены и любители, мы переместились в наше логово, в мастерскую, я это называю сокращенно СЛСС. Секретная лаборатория скоростных саней. Так вот, смотрите, наши сани вы примерно знаете, как выглядят. Выглядят они вот так. Здесь у нас алькантаровый салончик, значит, такой спортивный, классный. У меня единственные вот такие саночки красивые. Здесь, допустим, посмотрим, здесь просто микропорочка такая. Удобно, да и ладно. Никто над красотой не работал. Но у меня снаружи они, конечно, все подбиты. Это боевые сани, которые уже долгие годы выступают на соревнованиях на чемпионатах мира, Европы, на Кубках мира, на чемпионатах России. Ну, короче, на международных и российских соревнованиях выступали эти соревнования. Сейчас мы приходим к подготовке их к завтрашней такой между собой, ну, завтрашним таким между собойчиком среди нашей команды у нас будет контрольная тренировка, такие состязания местные. И мы будем готовить вот эту вот скользящую часть. Зазывается это металлический полос. В подготовке этого металлического полоса нам в помощь будет вот такой деревянный шаблон. У него здесь выставлен угол. У наших полосов есть определенный угол заточки. Вот сейчас, допустим, он у нас выглядит таким образом. Вот, может сюда приопустить. Вот оно острие. Это острие мы наклоняем по отношению ко льду. И чем острее, тем, естественно, лучше сани впиваются в лед. Возможно, сани едут за счет этого медленнее. И вот мы ищем наклон вот этого правильного угла. Здесь у меня выставлен мой боевой угол, который я уже долгие годы искал под себя, нашел. И сейчас я буду по этому углу полировать скользящую часть. Для того, чтобы она была блестящая, скользкая и придавала скорость во время заезда. Потому что в трассе у нас иногда бывает очень много камушков валяется, песка. Ну, иногда люди ходят, по трассе переходят и оставляют там такие народные тела, которые портят нам наши металлические полосы. Так вот, здесь очень много царапин на нем есть, их нужно вывести. Так как у нас заруба идет на десятые доли секунды, вот это все необходимо убирать. на протяжении 1800 метров трассы вот это вот останавливает. Можно там на десятую секунду остановить и, допустим, если ты это не уберешь, ну, естественно, ты проиграешь, потому что это будет скрести облет и, соответственно, будет торможение. Несмотря на то, что я вместе с санями вешу 120 килограмм в боевой своей форме, все равно даже вот такая маленькая царапина, она будет останавливать и время будет ухудшаться на трассе. Поэтому мы сейчас все это подготовим. Шаблон, просто деревянная палка. Напильник. Напильником мы делаем заточки, вот как раз углы эти ищем, потому что наждачкой будешь долго тереть, чтобы полосы сточить. Вот, ну, а полировать мы будем наждачной бумагой. Вот такая какая-то шведская, что ли, или швейцарская. А, Свитзерланд. Швейцария. Швейцарская наждачная бумага. Вот, начнем мы с 400, потому что мне таки, хотя нет, наверное, 600. И 600-очкой закончим. Не будем сильно завтра раскрывать все карты. Завтра у нас неофициальные соревнования, поэтому сильно готовиться не будем, потому что кубок России будет позже, а туда-то мы как раз и подготовимся со всей силы. А завтра будет репетиция. Отрываю такой вот кусочек наждачки на 600. Сминаю. кладу вот сюда к палочке прилегаем и начинаем шоркать. Кстати, вот сюда сейчас посмотришь, здесь прям полоса проведется именно по углу. Видишь, такая уже матовая часть. И начинаем таким образом тереть. Я считаю, что смотрите, один, два, туда-обратно, то есть вот так вот. Это один, два, и таких раз 50-60 если не сильно запор от полос. Нужно сделать, протереть. Кажется, 600-ка недостаточно. Нам нужно взять 400-ка. Все-таки придется основательно подготовиться. Все-таки придется основательно подготовиться. Потому что там сильные зарубленные они не уходят такой мелкой наждачкой. санки поднимаются. Вот. Сейчас почему я убрал шаблончик? Потому что переднюю часть полозов необходимо немножко подзакруглять. Здесь не нужно, чтобы сильно жало было, потому что это место управления. И если будут эти места сильно впиваться в лед, то санки будут очень сильно вот такими вот резвыми. И им будет очень тяжело управлять. Можно наделать ошибок. Естественно, нам нужно из виража выше и сделать прямую линию без таких вот резких поворотов. Потому что это опять же мы наезжаем лишнее расстояние по ходу трассы. Естественно, чем длиннее трасса, тем медленнее ты ее проезжаешь. Так. У наших саней есть вот такой ход. Эти узлы насажены на резиночки. Эти резиночки периодически нужно смазать для того, чтобы ход был плавнее. Чтобы санки по трассе принимали начало виража очень плавненько. Чтобы не было таких врубаний в лед. Если мы будем врубаться, то естественно это лишние удары и остановка по ходу трассы. Используем мы касторовое масло, чтобы хорошо входило и выходило. Рекомендую нашим знакомым некоторым. Вот замечательно. Тот, кто говорит, что он нормальный, вот можно воспользоваться касторовым маслом. Выкручиваем болты. Болт входит и выходит. О, подзасохли резиночки. Сейчас на касторовом масле. мы их соберем вновь. Так, смазываем лапку металлическую нашего кронштейна, который связывает два раздельных полоза. входит. Внутри. Внутри. Видели, да, как резинка тяжело слезала? А теперь посмотрите, как она легко налезает. Вообще просто плавно сходу идеально. входит и выходит. Все, ремонт саночек окончен, да? И за то, что мы подготовили саночки, мы получили приз. Вот такой трофей. Да? За 23 год. Правда, за 23 год. за первое место в Кубок России. Что, длиннее? Да. Мы передадим этот кубок нуждающимся, да? Да, в трофейную. Да, в трофейную. Так что, если вы придете кататься на зимнем бобе либо на бучке, и вы там на мужском старте, будет стоять вот этот трофей. Кубка мира. Да. Первое место туда же передадим. Да. Вообще глобус тайный красивый большой огромный. Ну, вот. Что? Что, может быть яблоко съедим и все. Мы, по-моему, все время то едим, то пьем. Кофе жалко разлили, правда, немножко. Немножко? Немножко.